Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина Ледучева. Если вы здесь первый раз, я очень рада вас тут видеть. Подписывайтесь обязательно на канал. У нас ежегодная традиция снимать виш-лист на 11-е. 11-е, потому что совсем скоро будет грандиозная распродажа на Алиэкспресс. Для меня это прям целый праздник. Я ухожу в отрыв и с удовольствием набираю какие-то красивые штучки для дома, декоративные элементы, я не знаю, золотые степлеры, какие-то секаторы. В общем, то, что долго хочется, но ты не каждый день думаешь, надо тебе оно или нет. Поэтому за год у меня копится достаточно много классных штучек. И сегодня я покажу вам, что я буду покупать. Если вам понравится это видео, не забудьте поставить пальчик вверх, потому что у меня в принципе в загашнике есть идея не только для дома, потому что сегодня мы пройдемся по категории для дома декоративных всяких штучек, канцелярии и также кухонная утварь. Если это видео вам зайдет, я сниму также, что я буду заказывать конкретно для себя. Это одежда, это какие-то мелочи типа украшений и, в общем, все, что больше для души и для себя любимой. Так что буду ждать от вас быстрого ответа, пока еще не началась распродажа. Погнали! Я в последнее время прям подсела на конусные свечи, которые вы можете видеть сзади меня. Только тут два маленьких огрызочка. Они настолько создают уют и настолько круто и здорово смотрятся, что я жгу их просто постоянно. Советую вам тоже на них обратить внимание. И я нашла целые наборы на Алиэкспресс, причем они есть цветные, разноформатные. Здесь вы можете подобрать и оттенки, которые вам больше подойдут для интерьера. Также для конусных свечей особенное удовольствие в кавычках это найти красивые подсвечники. Для меня это была отдельная тема, потому что куда бы я ни пришла, они везде стоят там по тысяче, по две рублей за одну подставку. И поэтому я, собственно, обратила свое внимание на Алиэкспресс. Там огромный выбор. Я вижу, что ссылка сейчас уже не работает, но я найду вам аналогичный товар. Я оставлю на него ссылочку обязательно внизу под видео. В инфобоксе ищите все мои ссылки, все мои желания. Все там структурировано, как обычно. Также есть очень красивые наборы подсвечников. Как вы видите, у меня сзади на фоне. Они выглядят вот таким образом. И здесь их можно комбинировать. Мне очень нравится, когда сочетание двух длин подсвечников. Мне кажется, это смотрится намного симпатичнее. Вот эта цена мне больше уже нравится. Вариантов подсвечников на Алиэкспресс много. Такие маленькие, типа кружек. Мне кажется, они очень классно смотрятся. Особенно если организовать себе какое-то девочковое пространство. Там с постером, с картинкой какой-то. Может быть, украшения хранить. Поверьте мне, дома создать уют, это не так дорого. Проверено на себе. Из дизайнерских вариаций я еще увидела вот такой супер-классный. Конечно, не дешевый подсвечник. Но здесь уже есть подставка под 4 свечи или под 2. Мне кажется, это выглядит очень симпатично. Есть аналогичные в H&M. Но они, естественно, будут стоить дороже сильно. Кстати, такие же подсвечники, как у меня, есть и в других оттенках. Например, сочетание черного цвета с золотом тоже смотрится очень стильно. Из постеров как раз что я могу предложить. Для меня это находка. Как вы знаете, у меня дома много постеров с Алиэкспресс. Я покупаю где-нибудь в Леруа или там же на Алиэкспресс заказываю рамку. И у меня есть прям такие аккуратные дома уголки, которые как места силы, в общем, где у меня там растения какие-то стоят тоже. Вот, мне кажется, с Наоми Кэмпбелл очень классный постер есть. Потом из таких вариаций, как я люблю, я всегда в эти видео собираю не только то, что я хотела бы купить и чем бы оформить свой дом, но и что я бы выбрала в качестве подарков, мне кажется, современное искусство, например, какие-нибудь постеры с Кэмпбелл Томато Суп, да, вот эти вот знаменитые банки Ворхола. Может быть, еще посмотреть какие-то плакаты. В общем, если у вас есть какие-то креативные друзья, можно для них собрать креативный набор, я не знаю, в честь пандемической ситуации и эпидемии, подарить кучу каких-нибудь наборов рассолов маминых, да, но все бывает, или каких-нибудь консервов. Мне кажется, такой кризисный, антикризисный подарок, в общем, туда гречки положить или даже отправить друзьям. Мне кажется, очень классно было бы просто покреативить даже и подумать на эту тему. Помимо постеров с томатной банкой вот этой вот известной, здесь есть различные вариации. Можете покрутить, посмотреть из-за того, что я подобрала из современного искусства, все-таки на это тратить какие-то гигантские деньги не хочется. Я думаю, многие меня поймут, но вот так вот разнообразить свой стол или интерьер, почему бы нет. Честно говоря, здесь надо быть очень аккуратным. Мне безумно понравилась концепция. Очень необычная картина с мазками на лице, но я не нашла ни одного реального отзыва с фотографией, поэтому здесь будьте аккуратны, может быть, просто посмотрите для себя что-то аналогичное. Мне очень нравятся абстракции в интерьере, как они смотрятся аккуратно, всегда, в принципе, актуальны и не утяжеляют, если у вас какой-то минималистичный, лаконичный интерьер, всегда будет вписываться. Еще для любого человека, тоже для креативного, можно подарить виниловую пластинку в виде постера. Смотрится классно, мне кажется, без заморочек всяких, и можно подарить какое-то растение, опять-таки, в комбинации с поп-арт таким искусством. Ну и совсем-таки уже лаконичные постеры, одноцветные, их можно дарить в комбинации или повесить себе на стену. Поэтому показываю все, чем загорелось, хотя бы чуть-чуть. Из интересных вариантов освежить интерьер, так как у нас сейчас нас всех заперли, да, и все-таки можно провести время с пользой, как говорится. Посмотрите вокруг себя, может быть, можно освежить свой шкаф, я не знаю, покрасить его, это ладно, это слишком заморочено, а вот просто открутить ручки и поставить туда какие-то красивые, необычные, для меня это всегда какая-то такая нотка изюма в любой мебели. Поэтому обратите внимание, на Алиэкспресс есть недорогие, но очень классные ручки, деревянные, кожаные, в золоте. Знаете, мне чем-то даже напоминают запонки, очень стильно тоже смотрится, аккуратно, если мебель особенно темная, будет смотреться прям, мне кажется, шикарно. Из необычных вариантов есть разные формы, вообще с какими-то, я не знаю, как булавка или как самолетик, можно тоже поискать. Такие есть, как клипсы, которые немного изогнутую форму имеют, мне тоже кажется, будет очень красиво смотреться на любой тумбочке. Мы, кстати, очень скоро со светой пространства Ким, организатором пространства, мы будем переделывать всю мою бьюти-зону и делать это будем собственными руками. Поэтому, если, опять-таки, не подписаны, то следите за обновлениями, обязательно у нас скоро появится новый DIY. Из симпатичных ручек можно еще посмотреть комбинацию камня с деревом, тоже всегда актуально. Вообще природные тона, природные оттенки и материалы, они всегда, мне кажется, в топе и никогда не выходят из моды, поэтому я бы обратила внимание именно на них. Есть разные подставки, симпатичные подносы, под украшения, для того, чтобы все аккуратно разложить. Если у вас еще не организована бьюти-зона, то обратите обязательно на них внимание, по-моему, смотрится очень стильно. Я видела у кого-то из блогеров на YouTube обзор, и они приходят очень хорошего качества, эти подносики, поэтому решила тоже их включить. Для детей, мне подружка вот подсказала, очень классно выглядят такие динозаврики, есть вариации в разных оттенках, это как будильник и ночник одновременно. Дальше мы с вами переходим к интересным декоративным штукам. Опять-таки, если у вас есть люди, увлекающиеся искусством, на Алиэкспресс можно найти очень много классных вариантов статуэток каких-то. Причем, знаете, если раньше для меня это выступало как пылесборник, то сейчас у меня есть несколько классных вариантов из дерева статуэток и из камня. Опять-таки, если это что-то, что вы видите, прям человек как-то символизирует, мне кажется, можно взять. Вот лично мне безумно понравилась вот эта комбинация, может быть, вы тоже для кого-то присмотрите, что-то подобное. Дальше для съемки. Хотела заказать ретро-новостную бумагу, но здесь поймут только задроты для тех, кто фотографирует красиво, любит там, я не знаю, что-то разложить, может быть, завтраки. Здесь вы можете поискать для себя какие-то разные варианты. Видите, здесь есть прямо обложки какие-то, то есть просто покрутите, посмотрите, стоимость всего 145 рублей, а разнообразие, мне кажется, для фотографий на полгода вперед как минимум. Еще на что бы обратила внимание, что смотрится дорого и на подарок подойдет, и для украшения дома, и плюс это функциональные вещи, это такие подставки под горячее, под кружки, то есть они есть в разных оттенках, в светлом дереве и в темном дереве. Мне кажется, темное смотрится более стильно, но все тоже зависит от интерьера. Из интересных вариантов, что можно посмотреть опять-таки для дома, сейчас модные есть вазы, почему-то с лицами, у меня две вазы лично дома, и они отлично вписались в пространство. Какие-то они, не знаю, необычные со своим стилем, в общем, что-то с балийскими нотками, с балийским оттенком. Посмотрите, они здесь есть тоже и черные, и белые, и в золоте. Мне кажется, они смотрятся прям действительно тоже необычно. Из интересных еще вариаций, что можно посмотреть, мягкая деревянная доска для того, чтобы туда, не знаю, такой скраббукинг домашний делать, записывать, может быть, какие-то свои идеи, календарики. Но в целом это кому-то может подойти как идея для организации пространства рабочего, либо для детей, мне кажется, тоже очень классная идея что-то подобное включить. Потому что дети очень любят разрисовывать стены и все вот это вот крепить, пускай у них будет свое отдельное для этого законное место. Очень классные на Алиэкспресс есть действительно необычные и недорогие магниты. Посмотрите, обязательно есть такие в форме кактусов небольших. Мне они безумно понравились. Здесь есть у меня тоже, по крайней мере, я их безумно люблю. Мне кажется, они прям стильно смотрятся в виде M&M's таких конфеток. Они маленькие, они занимают много места. Можно закрепить фотографии с любимыми людьми. Есть в виде цветочков, например. Ну вот M&M's я вам уже несколько лет подряд показываю. Я им до сих пор пользуюсь с огромным удовольствием. Кактусы тоже такие же маленькие, как M&M's, очень аккуратно, стильно смотрятся. И опять-таки, если вы хотите какую-то записочку любимому оставить или ребенку, или фотографию прикрепить, мне кажется, с такими мелкими деталями смотрятся намного интереснее. Дальше я бы обратила ваше внимание на то, что можно использовать декорации для дома не только в виде постеров или картин, но также абстракцию какую-то и креатив можно внести с помощью наволочек на подушке. Мне безумно нравится каждый сезон менять настроение именно таким образом, потому что мебель-то заменять не будешь, а вот там полотенце новое разложить или занавески кто-то вешает, скатерти меняет. В общем, сейчас больше хочется на осень переходить. И есть необычные варианты наволочек для подушек именно на Алиэкспресс. Посмотрите, какие они классные здесь. Для дома еще можно посмотреть какие-то однотонные варианты. Они мягенькие, и если посмотреть, там у них очень хорошие отзывы тоже. Такие диванного материала, подушки. И есть в стиле боха. Они уже подороже, но мне нравится такой немножко хиппи, боха, расслабленный стиль, поэтому я лично обратила бы свое внимание и остановила бы свой выбор именно на таких наволочках. Но, скорее всего, я буду комбинировать, как обычно. У меня есть какие-то наволочки однотонные. И сейчас у меня вообще, видите, я сняла их, потому что они в стирке. И также есть с текстурой для того, чтобы это смотрелось более интересно. Вот эту наволочку я как раз и хочу заменить. Видите, она совсем летняя еще. Также есть сумки, дорожные органайзеры для проводов. Там же можно, на самом деле, их использовать как специальный органайзер для нижнего белья, если вы куда-то надолго уезжаете. Но здесь зависит от вашей потребности. Просто обратите внимание, насколько удобные есть на СССР. Я подобные форматы косметичек использую в спортзале. Там есть крючок, вы подвешиваете и можете ставить сразу использованный продукт. Там шампунь и так далее. Всегда в путешествии я тоже их беру. И такие органайзеры для проводов. Ничего не путается, ничего не рвется, эти провода ни за что не цепляются. И у вас, что удобно, все в одном месте. Поэтому, если у вас много гаджетов, много зарядок, такие органайзеры даже для дома, это на самом деле огромное спасение. У меня даже дома все лежит в подобном чехле. Только он у меня открытый, и я сразу вижу, какие провода к чему. И, в общем, мне удобно этим пользоваться. Поэтому, чтобы все было не разбросано в разных местах, подумайте, что вам может пригодиться. Вот у меня подобного плана как раз открытый. Сам вариант хранения. Но он у меня чуточку побольше. То есть это мелкоформатный. Посмотрите по размерам, какой вам больше подойдет. Для тех, кто заморачивается по хранению, я думаю, у меня таких уже много. После видео про организацию, про ремонт и так далее, есть различные контейнеры для хранения. Вы можете попробовать в них хранить картошку, морковку. Как мы советовали, можно использовать всегда такой крафтовый бумажный пакет, чтобы сквозь дырки от лука шелуха не выпадала. И чтобы все было в чистоте. Также сейчас очень актуально, мне кажется, это форматы украшения и уже новогодних покупок для дома. Во-первых, а сегодня, как я сказала, будет много подарков. Так есть еще и некоторые декоративные моменты. Например, классные гирлянды, недорогие, с хорошими отзывами. И можно украсить, на них закрепить тоже фотографии или какие-нибудь шишки, интересные варианты я видела со снежинками. Так что тоже посмотрите, пока актуально, пока на них скидки. Сейчас все будет с огромными скидками, поэтому берите обязательно. И также для того, чтобы хранить более компактно одежду в шкафчиках, посмотрите, какие аккуратные сейчас клипсы появились, которые можно использовать для вертикального хранения в ряд, например, сразу нескольких рубашек или брюк, так, чтобы сэкономить пространство и чтобы все было видно и аккуратно. Еще, мне кажется, очень классные есть игрушки для кошек. Если сейчас поискать на Алиэкспресс, то можно найти такие гнезда или тоннели, в которых они могут играть. Туда можно засыпать игрушки. Вообще, кошкам важно какое-то безопасное пространство иметь, поэтому, мне кажется, это очень классный вариант подарка. Также для кошки можно посмотреть там всякие рыбехи. И тоже, мне кажется, это классный формат игрушки, и ей будет весело, и вам тоже интересно. Теперь мы плавно переходим с вами к разделу канцелярии. И здесь я особо бы задрот, мне кажется, потому что я пишу только черными гелевыми ручками. Мне нравятся только определенные формы. И я, так как храню это все под рукой, мне важно, чтобы предметы первой необходимости были где-то на поверхности. Мне хочется, чтобы они были красивыми. Поэтому сегодня целый набор эстета. И посмотрите, какие там есть красивые гелевые черные ручки тоже. Там и черные, и синие. То есть вы можете просто выбрать в виде каких-то космических историй. Мне очень нравится также формат ручек. Вот таких вот тоненьких и аккуратных. Всего 68 рублей. Выглядит как ручка Паркер. Я помню, папа в детстве очень ценил и хранил свою ручку. В общем, классная, красивая. Даже лучше, мне кажется, эстетичнее смотрится. Для таких гражданротов, как и я, вот я сейчас планирую делать красивую съемку. Если вы не знаете, я делаю украшения сейчас свои. У меня есть магазин со свечами, одеждой. Сейчас там будет пальто и украшения. В общем, я хотела сделать все украшения на одном фоне. В общем, мне пришла идея взять какую-то картонку и дыроколом сделать там дырочки. И повесить, закрепить все украшения в ряд, чтобы сразу вся коллекция была видна. Вот, и поэтому я, собственно, посмотрела для себя дырокол. Но, если так подумать, то дырокол может для огромного количества вещей понадобиться. Может быть, вам для детей подойдет. Тоже решила оставить ссылку. Они здесь есть, разные крупности, вот эти дырочки. И я, как я объяснила, да, у меня проблема с визуальным контактом. Если какой-нибудь красный степлер будет все аккуратно, такой эстетичный. У меня белый интерьер, красивый такой, прям вот в минимализме. И вот какой-нибудь такой агрессивно-красный некрасивый степлер. Он меня будет реально раздражать. Какое-то такое пятно, пятно раздражения. Вот, поэтому я решила все-таки сейчас, когда будут скидки, выловить себе вот этот вот, как он называется, роскошный, ручной, золотой степлер. И, мне кажется, моя душа будет уже спокойно, довольна и не будет беситься каждый раз, когда там глаз один у меня будет за ним следить. Есть из дыроколов, я даже подумываю, может быть, взять его фигурные варианты. То есть можно там в виде сердечка взять, разные форматы дырочек. И здесь тоже цена всего лишь 107 рублей. Просто подумайте, смотря для чего вам может это пригодиться. Возможно, даже для интерьерных каких-то решений. Я сейчас подумала, можно даже самостоятельно звездное небо сделать, но это ладно уже. Из красивых степлеров просто подешевле еще вот такой формат нашла, но тот мне нравится больше. Если вы дома много работаете, если работаете со скотчем, я знаю, что таких вариантов много, или скрабукингом занимаетесь. Есть еще очень красивые подставки, резаки для скотча, тоже как набор, очень красивый, эстетичный. Есть разные сейчас варианты фигурных скрепок. Если бы я училась в школе, я думаю, я бы оторвалась просто целыми днями на Алиэкспресс, потому что сейчас можно найти для любого вообще ребенка все, чтобы он не захотел. Также такая же у меня проблема с ножницами. Вот просто я не могу. Я даже сейчас, видите, сижу и смотрю, у меня там такие синие пластиковые гигантские ножницы торчат из очень красивой золотой, золотого ведерка такого с канцелярией. В общем, теперь у меня будет зажим, теперь у меня будут ножницы. Вот конкретно здесь ножницы, видите, небольшая цена, но очень красивые и аккуратные. Надеюсь, что они будут еще и острые. Для композиционных всяких штук можно посмотреть для оформления стола себе вот такие наборы. Смотрятся довольно симпатично. И я себе их брать не буду, я думала взять на подарок. Ну, в общем, пока в раздумьях. Тоже хорошая цена. Я себе также для фотографий хотела взять вот такие наборы постеров. Мне кажется, смотрятся очень красиво. И плюс, так как я запаковываю подарки часто со своими посылками и подписываю открыточки вам, я хотела заказать, может быть, такие постеры, как вкладыши с пожеланиями. Мне кажется, это будет очень кавай, очень мило смотреться. Есть на Алиэкспресс форматы разных планировщиков. Вы можете посмотреть, видите, weekly planner и как-то организовать свое время. Я на самом деле понимаю, насколько сильно я выросла в плане планирования и организации времени, насколько мне стало это поддаваться, потому что раньше для меня это дичь какая-то была. Я вот настолько неорганизованный человек, то есть я люблю создавать хаос, я люблю поддаваться 7-минутным желаниям, но при этом вторая часть меня борется за организацию, все успевать и так далее. Сейчас я нашла такой, знаете, прям для себя комфортный вариант организации, когда я себя в жесткие рамки не вставляю, но при этом все успеваю. У меня тоже есть на эту тему ролик, был совсем недавно, так что заглядывайте на канал. Пошли дальше. У меня есть также как идея, это ежедневники на подарки. Есть вот прям совсем аккуратные, лаконичные, которые подойдут буквально каждому. Если вам подруги или кому-то хочется сделать такой интересный подарок, посмотрите на Алиэкспресс, уже есть все. Есть буквально даже с русскими словами планировщики. Так что вот мой день, да, и тоже очень классная штука. Если вы там, например, хотите вести какой-то регулярный подсчет калорий, пьете ли вы воду, сделали ли вы зарядку, это очень мотивирует. Очень красивые есть, я вам показывала мягкую доску, которая может быть как организатором, как декоративной частью или как идеей для ребенка. Есть еще очень-очень красивые кнопки. Детям лучше как бы их не давать баловаться. А вот если для себя, там какие-нибудь тревел-штуки, мне кажется, это безумно красиво, поэтому тоже не смогла как эстет пройти мимо. Из утвари у нас с вами подборка. Мне кажется, я вот как баловщик в этом смысле. Я с удовольствием все время обновляю утвари, но у меня как-то душа все больше и больше стремится к натуральным материалам во всем. И у меня много сейчас дерева, много вот каких-то простых лаконичных дизайнов. Мне кажется, это действительно самый лучший вариант. Он сейчас и смотрится симпатично и в моде, и на подарок подойдет. Можно ленты связать, подарить какой-нибудь испечь хлеб. Это тоже очень классная будет идея. Подумайте заранее, можно взять со скидкой опять-таки для мамы или для кого-нибудь, для свекрови, для кого угодно. Также из такого набора, который у меня уже частично присутствует, это вот такие белые с деревянными ручками. Очень красивые силиконовые варианты. Там у меня есть и ложка, и лопаточка. Очень удобные и очень эстетичные. Также венчики. Есть с деревянной основой, что смотрится тоже очень классно, но более широкой. Мне кажется, чуть-чуть более добротно как будто выглядит, но здесь все зависит от того, что вам больше понравится. Посмотрите, недорогая цена. Набор можно составить самостоятельно. И из такого, что я бы советовала подарить, мне лично подруга дарила в том году, именно такие кокосовые плошки. Это, мне кажется, смотрится очень круто. Я в них готовила мороженое, очень много снимала, ягоды для сервировки стола использовала, и для каких-то каш утренних. В общем, это действительно классно. И такие же наборы, между прочим, есть сразу с ложками в комплекте. Тоже оставлю на них ссылочку. Смотрится просто безумно секси. И, как я сказала, натуральные материалы все-таки завоевывают полностью все мое пространство в доме. Так, если пооткрывать, я уже и контейнеры, хоть это функциональней, это удобней и это легче, особенно если носить с собой, но мне все-таки больше душа как-то лежит к стеклу. И плюс я хотела сделать такой набор контейнеров для порошка, но как бы так как мне важно, чтобы это было красиво, я, если честно, подумаю, заказать именно такие с деревянными крышками. Не знаю, пока в раздумьях все-таки пластик более был бы правильным и долговечным выбором конкретно в данной ситуации, но мне кажется, будет очень здорово смотреться на каком-то подносе, 4 такие банки, чтобы не было разноперых, всяких порошков, которые некуда... Ну, в общем, короче, покажу вам потом свой ящик. Но смысл в том, что у меня белье и порошки лежат в одном выдвижном ящике, и я бы хотела, чтобы это все теперь выглядело красиво. Естественно, можно использовать по назначению макароны, всякие сыпучие крупы, и для того, чтобы использовать пространство по максимуму функционально, как мы любим, есть также квадратные контейнеры. Они тоже разной высоты, то есть вы можете подбирать под полку или даже ставить в два ряда. Когда они квадратные, вы можете, соответственно, ну, как бы это все утрамбовать, и будет и наглядно, и красиво, и функционально. Они продаются по одной штуке здесь, и в целом цена намного более приятная, чем там в Zari, Home или Ikea. Также из дерева, я думаю, вы уже эстетически поняли, куда я клоню. Очень красивые есть деревянные доски, которые я, в частности, использую дома. И цена тоже подъемная, приемлемая. Они есть разных форм и размеров, так что тоже можете посмотреть, какая вам нравится. Я считаю, что это неплохой подарок, например, тоже может быть в сочетании с какими-то крупами или тем же антиковидным набором. Вот всем, кстати, здоровья. Вот мы приближаемся с вами к концу. Я очень давно хочу себе купить секатор, потому что когда происходит какой-то праздник, вроде как классно, супер, и дарят очень много цветов, я, честно говоря, лезу на стенку, потому что вручную все это обрезается очень геморно. Плюс бывает такое, что там туповатый нож или еще что-то. Растению тоже от этого плохо. Все-таки уже хотелось более профессионально подойти к вопросу. У меня дома много сейчас кустов, всяких растений тоже. И я, соответственно, часто занимаюсь их подрезкой. Поэтому на Алиэкспресс можно найти какой-то секатор и уже снять себе головную боль. Я поняла, что для меня это уже супер важное приобретение. И на этот раз я его положу в корзину, и стоит он всего лишь 236 рублей, все удовольствие. Из красивых вариантов оформления эстетических каких-то ваших, не знаю, это может быть контейнером для даже ватных дисков или ватных палочек, то есть это и для ванной комнаты, может быть, и для вашего косметического столика. Смотрите, есть очень красивые, мне чем-то кинзо напоминает, да, оформление как-то вот очень-очень сильно попахивает этим. Но смотрится здорово. Я больше все-таки отталкиваюсь от этого. В качестве декоративки очень супер для дома. И посмотрите, какая классная кружка есть. Там разные дизайны, можно посмотреть. Я, кстати, недавно ходила в очень крутую гончарную студию. У меня скоро будет своя кружка, которая мне безумно нравится. Я вам тоже ее обязательно покажу в будущих роликах. Из того, что действительно стоит купить для дома на Алиэкспресс, есть очень хорошего качества льняные полотенца. Они есть разных цветов, разных размеров. Вот. И они в комплекте идут сразу 4 штуки, то есть 200 рублей за одно полотенце. Если вы разобьете это на 4 человека, на 4 подарка, да, или себе даже купите, вы не пожалеете, они просто отличные. И здесь тоже хлопковые полотенчики у нас. И вот это вот то, что я, собственно, заказывала. Обожаю нежной любовью. Это, кстати, очень эстетично смотрится в кадре. Опять-таки, для таких же затротов, как и я. Я желаю вам прекрасного настроения. Я очень надеюсь, что я вам сегодня была полезна. Все ссылки вы найдете внизу. И вам удачного шоппинга на распродаже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok